Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с вашей проблемой. Проблема достаточно серьезная, достаточно объемная, достаточно важная и, как сказала эксперт-лидия, весьма масштабная. Значит, а вы спрашиваете, как забыть измену любимого? Простить я, может быть, и простила его, мы вместе, но это никак не выходит у меня из головы. Причем я его люблю, а ее ненавижу. Вы знаете, пожалуй, здесь является первая ошибка, которую вы допускаете. Ошибка эта заключается в том, что вы ненавидите ее, но любите его. То есть вы, условно говоря, считаете, почему-то считаете вы, что именно ваш мужчина как бы не виноват в том, что произошло. А виновата только женщина, которая, ну, такая плохая, да, его соблазнил. Давайте подумаем, а так ли, собственно говоря, виновата она? И могла ли эта женщина, которую вы ненавидите, сделать что-либо, если бы ваш муж не хотел? Вот просто постарайтесь подумать над этим вопросом. Далее вы пишете о том, что ваш мужчина признался в том, что изменил вам два раза. Тоже, знаете ли, на мой взгляд, очень интересный момент. Вы говорите, он признался мне, что изменил два раза. Простите, а зачем он вам признался? Простите, а что он хотел этим сказать? Тем, что он признался. Простите, а он извинился перед вами? Или нет? Он осознает, какую боль причинил вам или нет? Мужчина понимает, что вам тяжело, что вам ужасно, что вы не можете найти себе место, что вам плохо? Мужчина это понимает? Или он извинился, или он извинился так просто для галочки, а в действительности ничего не сделал? Или вообще не извинился? Понимаете, в чем дело? Вы пишете о том, что ненавидите вы ее, мужчины своего, снимая ответственность за то, что он сделал. И это связано со тем, что он для вас первый и единственный мужчина. То есть он для вас первый и единственный, вы кроме него никого рядом с собой не видите, кроме как с ним свою жизнь вы не видите. И из-за этого подправнатель вы его оправдываете. В действительности необходимо выяснить, это очень важно, необходимо выяснить, какую позицию по отношению к этому занимает ваш мужчина. Если его позиция раскаивания, если он раскаивается в том, что сделал, это одно. Если он раскаивается, если он раскаивается сильно и искренне, то такого может быть больше не повторится. Но если он раскаивается недостаточно сильно, если вы не видите, что он раскаивается, то это повторится. И не обязательно это повторится с той же самой женщиной. В полфе может быть, что ситуация будет такой, что он изменит вам с кем-то с кем-то с другой. И вы тоже будете ее ненавидеть. Вы тоже будете ненавидеть другую женщину, но при этом вы будете игнорировать, получается, реальное положение мужчин. А реальное положение мужчин, оно таково. Вашему мужчине недостаточно чего-то в ваших отношениях. Ему чего-то не хватает. Он чего-то недополучает. В общении, во взаимодействии, в отношениях с вами. И вот это нужно понимать. Именно этот момент нужно понимать, что мужчине чего-то не хватает. И вот чтобы сделать так, чтобы хватало, чтобы сделать так, чтобы он больше вам не изменял, необходимо понять, что ему не хватает, что ему нужно. И тогда, я полагаю, у него появится гораздо меньше мотивов для того, чтобы вам изменить. Второе. Следующее, о чем я хотел сказать, это то, что вы сами по себе не сделали ничего плохого в этой ситуации. Абсолютно ничего плохого в этой ситуации. Вы вините себя. Но, опять же, вопрос. И вопрос, на мой взгляд, очень важный. А почему вы вините себя в том, что произошло? Ведь не вы же, ведь вы же не обижали каждого своего мужа, правильно? Вы не делали ему ничего плохого, если я верно понял вас. Вы его не обижали никак. Вы старались за него, вы любите его. Значит, проблема не в вас, а в нем. Проблема в том, что мужчина не только предпочитает изменять вас, он не говорит о том, почему так поступает. И это, конечно же, большая проблема. То есть, виноваты не вы. И поступил он с вами так, не за что-то, а просто потому, что ему так хотелось. И вот здесь мы переходим к следующему моменту. Если мужчина вас изменяет просто так, если он не раскаивается за то, что сделал, это не только означает, что ситуация может повстаться вновь. Это еще и значит, что мужчина не рассматривает измену, как что-то плохое вам. Как что-то дурное вам. А это, в свою очередь, означает, что человек не заботится о вас. Человек не заботится о том, что вы будете чувствовать. Человек не заботится о том, что вы испытываете, что вы хотите, что вы переживаете, что вы чувствуете. Понимаете? Вот такой момент хотел бы я вам сказать. И в таком случае никаких причин, по которым человек мог так поступить и поступить, никаких объективных причин попросту нет. Далее. Он для вас имеет очень большое значение. И это, на мой взгляд, самая большая проблема. Вы настолько зависимы от него, вы настолько сосредоточились на нем, что кроме него вы больше ничего не видите. И это для вас серьезная проблема. Потому что мужчина это не может не видеть. Мужчина этого не может не замечать. А поскольку он не может этого не замечать и не может этого не видеть, он волей-неволей этим пользуется. Он видит, что вы полностью принадлежите ему. И поэтому работать нужно еще. И в сторону того, чтобы постараться отдалиться от него. Чтобы постараться показать, что такое поведение неприемлемо для вас. Чтобы показать, что вы разочарованы. Вы не можете доверять человеку больше. И виноват в этом он. Несет ответственность за это он. И если он не раскаивается, если для него это все, что произошло совершенно нормально, то вам с этим человеком нет смысла больше встречаться. Нет смысла жить. Нет смысла тратить у него время, потому что измена произойдет еще. то, понимаете, это будет так. И если человек раскаивается, то нужно показать ему, что вас это все действительно очень сильно задело. Только тогда можно говорить о том, только тогда можно говорить, можно говорить о возможности сделать так, чтобы измены больше всего не повторилось. Измену нельзя забыть. Если только гипнотом, но это достаточно вредно. Нужно понять ее причины. И из трагедии, из неожиданного поведения для вас выстроить цепочку обстоятельств, которые привели к этому. И понять, можете ли вы без вреда себе сделать так, чтобы это больше не повторилось. И если вы не можете это сделать без вреда себе, то вам с этим мужчиной не по пути, потому что он будет продолжать вас унижать. Он будет продолжать обесценивать вас, что происходит в кадре, при совершении измены. Видите ли, вы пишете, я верю в его любовь. Не нужно верить, нужно видеть, пока его поведение любви вам не показывает. У меня появились мысли, пишете вы, так как присутствует, конечно, страх, что он сделает это еще раз. Проверять его с помощью подруги. Нет, проверять его с помощью подруги не стоит. Это уже как-то слишком, слишком проявление недоверия, слишком экистично. Если мужчины узнают, то будет большой скандал. Да и не приведет это к хорошему ничему. Можете мне поверить. Так что делать это не стоит. Верить в любовь точно не стоит. А вот страх, что он это сделает еще раз, следует проработать. Очень подробно, обстоятельно, серьезно о нем поговорить. С вами. То есть вам нужно поговорить о нем с любым из экспертов, которые вам нравятся. И обсудить этот момент. Почему вы боитесь его измерить? Ну, изменил вам мужчину? Любимый мужчина. Да, неприятно. Но измена – это следствие. Это следствие чего? Это следствие какого-то поведения. Это следствие какой-то мотивации. Либо мужчина сделал это по ошибке. И тогда его можно простить. Но он сделает два раза, и вариант ошибки здесь исключается. Либо человек это сделал, потому что таковы его интересы. И он не считает вас достаточно важной, чтобы свои интересы как-то сдерживать у земля. И уже вам решать, хотите ли вы быть таким человеком или нет. Это ваше право. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...